Здравствуйте! Здравствуйте! О, Сергей, наконец-то мы с вами связались. А тут видео нет, я просто никогда с зумом не работал, не знаю даже, как это вообще все происходит. Если бы и был, я бы все равно его не включил. Я никогда его не включаю. А, я понял, я понял. Ну, о чем пообщаемся? Даже не знаю, с чего начать. Я бы так сказал, при всех странностях мужского движения, при всем том, что про него можно сказать. Канал с мужским голосом под названием «Женский движ» звучит страннее. Может быть, с этого начать? В чем, собственно, была идея? А, вы просто хотите о канале узнать? Ну, хорошо, да, смотрите, я объясню. Дело в том, что, ну, во-первых, хотел бы принести извинения, если вас действительно чем-то за дело обидел, у меня не было такой цели. Вот, если даже я в чем-то там выразился как-то некорректно, я приношу свои извинения, просто наезды начались с вашей стороны, а, ну, любая агрессия воспринимается таким же образом. Поэтому приношу свои извинения. Ну, я позволю себе взаимно извиниться, если вдруг это было. Но, вообще-то, у меня не было в планах наезжать. Но по поводу, например, конкретно про слово «ПТРХАТ» можем успеть поговорить. Ну, да, вы просто с этого начали, начиная с первого своего комментария под моим роликом, поэтому такая реакция появилась. Я думаю, в этом ничего нет страшного. Я думаю, что, ну, мы как мужчины друг друга сможем понять. Суть и цель создания канала. Этот канал создан специально для одного человека, для меня самого. Вот. Цель этого канала очень простая – развеять те мифы, которыми просто опутано полностью мужское движение. А поскольку наиболее провокативным названием будет антоним, да, то вот и придумано такое название «Женский движ». Я в момент, когда регистрировался, уже канал под названием именно «Женское движение», он существует, и его ведет какая-то девочка посвящена, если не ошибаюсь, косметике какой-то. Вот. Поэтому его пришлось немножко сократить, и чистая провокация. Поэтому вот так он и назвался. Ну, провокация сработала, потому что я, как человек, который отслеживает появляющиеся ролики с ключевыми словами «мужское движение», «патриархат», «матриархат», «алименты», «развод», «статистика браков», «брак умер», «брачная психология» и еще там два десятка таких слов я, в общем, нашел. Нашел по ключевым словам. Не потому, что мне вывелось там, а потому, что я действительно отслеживаю, что появляется. Так чем же так сильно не угодило «мужское движение» во всех его проявлениях? Я историю могу рассказать. Я на самом деле в свое время был ярым приверженцем именно МД. Я с очень глубоким уважением отношусь к Михаилу Н. как к человеку. Ну, как только он открывает рот, это же невозможно слушать просто. Он мне очень симпатизирует и очень приятный такой человек. Я лично в восторге от его книги «Мемуары о миге». Кстати, озвучка второй части его, я так понимаю, второй редакции. Вот недавно я ее прослушал. Я лично в диком восторге. Мне очень нравится импозантность, например, Дягилева Руслана. Мне очень нравятся некоторые моменты, которые даже Сарвачев говорит. Некоторые моменты. Ну, а в целом, в целом, мужское движение, это на 99%, знаете, что это? Я попытаюсь сейчас сформулировать. Это отрыжка. Это отрыжка мужской части населения страны на те обидные истории, которые случались с отдельной частью этого мужского контингента. И эта отрыжка, она, знаете, когда зверь загнанный в угол, он раненый, он начинает настолько яростно сопротивляться, что порой сам себе причиняет смертельные раны. Вот мужское движение именно так сейчас себя ведет. Лично мне сама суть изначальной задумки мужского движения очень нравится, потому что это движение за равноправие мужчин и женщин, за отстаивание мужских прав. Я, как юрист, практикующий, который значительно побольше опыта имеет, чем лучший юрист в России Антон Сарвачев, я скажу, что в целом, да, есть некоторые перекосы в семейном законодательстве, и они действительно имеют место в современной практике, но говорить о том, что они смертельные, о том, что они чудовищные, ну, я бы так не сказал. Например, ну, да, если вернуться опять к вопросу канала. Канал посвящен разоблачению мужских мифов, если по-честному сказать, то его, ну, мы будем так сказать, второплановая цель – это укрепление позиции МД, потому что то, во что сейчас МД превратилось, на это страшно смотреть. Вы здесь? Да, конечно. Да, 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 просто, ну, вы иногда врите, а то, может, я не знаю. Вот, понимаете, поэтому на самом деле, ну, хотелось бы, да, укрепить позицию МД, но поскольку враньем все настолько перепутано, что мне пришлось целый канал создать. Ну, например, вранье об этих рабских элементах. Вот, если вы смотрели, это самый первый мой ролик, там подробно разобрано, не просто, как это обычно делаются ролики. Вот обратите внимание, ролики, которые создаются, будем так говорить, титанами мужского движения – это отсебятина. То есть камера, включенная на себя, и поехали. Нет, у меня камера нацелена не на меня. Я там в очень маленьком квадратике, и я там, моя персона не столь интересна, как персона собеседника. То есть я оцениваю то, что говорят разные люди, и показываю это, прямо говоря, ну, в прямом, грубо говоря, эфире. Первый ролик, который посвящен разоблачению мифов об алиментном рабстве, не просто мою позицию высказывает и моя фея, а конкретно ссылается на конкретные источники, конкретные реестры, конкретную судебную практику. Ну, это совершенно не то, о чем рассказывает мужское движение. Ну, например, вот эта фишка, которая мне нравится у Михаила Н., от которой я просто в диком восторге, что стоит только женщине позвонить, и тут же судебные приставы с автоматами, с собаками. Ну, это просто, Сергей, ну, это смех. Это можно для детей рассказывать в школе, которая понятия не имеет о системе исполнительной власти, насколько она нефункциональна, не работает, какие эти бедные несчастные исполнители зашуганные бегают, все прямо сорвались и с автоматом побежали на этого бедного алименчика. Это совершенно не так. Ну, вообще не так. Ну, и, в принципе, если вы посмотрите разные ролики, они посвящены конкретным. Вот я смотрю ролик Сарвачева там или того же Михаила Н., или Дягилева, и я просто по нему снимаю разоблачительный ролик, потому что это не так, не так, что мужчины в подавляющем большинстве там мучаются от отсутствия секса в браке, например. А это самый распространенный, один из самых распространенных мифов МД, о том, что семья и брак – это всегда мучение, хотя личное тоже против брака. Вот, понимаете, считаю его аморальным просто явлением. Не просто, как сейчас говорится, что брак – это изживший институт. Вот он не изживший, он рабочий, да и очень хорошо рабочий, он вообще не изжил себя, но он сам по определению аморальный, потому что формализировать отношения и чувства любви, неконтролируемое человеком, это абсурдно, и это пошло как-то, я не знаю. А если это еще подвязано к финансовым санкциям, о которых все очень часто МДшники рассказывают, ну, это просто аморально. Вот кратко, очень кратко, я так понимаю, вы спешите там перед работой, и поэтому вот суть канала. Она на самом деле за МД, а не против МД. Но поскольку МД на 99% сейчас соткана из вранья, откровенного вранья, ну, мне приходится оказывать вот такую посильную помощь МД. А на самом деле я очень с симпатией отношусь лично к МДшникам и с жуткой антипатией к той чуши, которую они очень часто из себя извергают. Хотя я вам честно признаюсь, последний ролик, если не ошибаюсь, называется он, по-моему, у Руслана Дягилева «Вся правда об алиментах». Вот об алиментах вот там он в некоторый момент искал действительно, ну, такие, которые имеют место быть. В частности, сейчас вспомню, что он важного сказал. Например, о том, что, получив исполнительный документ по взысканию алиментов, женщина может его припрятать, а потом вкатать этому мужчине, который добровольно их уплачивает. Это действительно может быть и только в теории. Я 20 лет практикую в семейном праве, и в жизни еще ни одна женщина так не поступила. Ну, вот как-то так. Я постил алименты. Лично у меня одна из больных тем, потому что я, в общем, на личном опыте знаком с обоих сторон. Да, я был получателем и плательщиком, и выступаю противником категорическим алиментам. Честно говоря, мне кажется, что, ну, я понимаю образность там, что пристав с автоматом, но, честно, вот если убрать некоторую шуточность, да, там, пристав с автоматом, то все остальное это все равно будет правдой. Сергей, если бы это была шутка, то это было бы сделано в контексте новых роликов «Холостяка-21». Потрясающий блогер вообще, я просто от него тащусь просто. Настолько крутой Вася Виталик. Я обожаю его просто. Это сделается с юмором. Но Михаил Нестеров говорит это на полном умняке. Никакого там юмора нет. Ну, зачем это ерунду такую рассказывать? Ну, мне кажется, что любой разумный человек знает, что приставы с автоматами не ходят. Ну, я поэтому и говорю. Представляете, вот человек слушает, вот это слушает все, и воспринимает, берет это, принимает как за чистую монету. Зачем такое говорить? Это уже делай ссылки, что, ну, там, ну, как, ну, вот если вы когда-то сталкивались, тем более, если вы сам алименчик, то вы знаете, что исполнителям, ну, у нас это называется державный выконавец, это я в Украине, в Киеве нахожусь, вот, в Украине это называется государственный исполнитель, в России это называется судебный пристав, если не ошибаюсь. Это забитые, зашуганные мальчики, девочки, как правило, выпускники юридических вузов, которые только-только выпустились. Что, чем они там? Ой, я вас умоляю. Ко мне вчера на прием пришла женщина. Ну, это, например, очень часто говорят о том, как бедных мужчин там щимят. Вот, вот, пришла и говорит, у меня мой бывший муж не платит алименты уже более года. Показывает мне справки, вот, с исполнительной службы о задолженности там, о сумасшедшей. Вот, я обращаюсь в милицию по поводу возбуждения уголовного дела по факту злостного уклонения от уплаты алиментов. И мне пишут одни отписки. Ну, где же, покажите мне, практикующему, знающему юристу, где же вся эта система, которая только нужна вот так пальцем щелкнуть и бегом побежали этого бедного алиментщика садить в тюрьму? Сергей, это абсолютно... Я скажу, где она, эта система. Я не знаю, как в Украине, но вот в России с этим очень... Есть две больших разницы, да. Есть белые люди, которые работают на белой зарплате, есть там серые и черные. Это две вселенные. Я вот, ну, там, к счастью или к сожалению, но я почти всю жизнь работал в стопроцентной белой сфере. Поэтому, когда у меня вот такое было, что мне, например, пришел штраф автомобильный, там, с камеры, редкие случаи, я очень мало их получаю. Я его, там, не знаю, по-моему, я был в командировке. Я его просто не получил, а потом про него забыл. И прошло где-то месяца три, и я вдруг обнаружил, что у меня какая-то странная сумма снялась со счета в Сбербанке. Там и денег-то почти не было, там какие-то 40 рублей. Она, хоп, и снялась там, типа, с каким-то кодом хитрым. Я, как бы, позвонил банк, говорю, что случилось? Они говорят, ну как, что, исполнительное дело на вас пришло? Какое дело? Ну как, какое? Вот там терадыра, номер. Я там залезаю на госуслуги, пробиваю терадыры. Оказывается, у меня был штраф с камеры. Оказывается, я его не заплатил три месяца. Оказывается, там сумма целых, там, прости господи, рублей 500, там, с пенями. Эти 500 рублей они попытались снять в Сбербанке. Причем, естественно, ну, Сбербанк, например, знает мой телефон. Я вас понял. Да, я вас понял. Сирей, понимаете? Кто мне даже не позвонил? С меня деньги сняли сразу. Вот, чпок. Сирей, смотрите, я понимаю, о чем вы говорите, но вы говорите о частных случаях. А Михаил Энн, Дягилев говорит о массовости какой-то, о сумасшедшем перекосе. Я же не утверждаю о том, что у нас судебная исполнительная система такая вся порядочная и нарядная и красивая. Это совершенно не так. Но если мы уже даже говорим о тех случаях, которые описывает МД, если даже мы об этом говорим, то во всяком случае, я вот на моей памяти несколько лет интересуюсь мужским движением, всеми материалами, которые посвящены ему, и около-МДшному движению, я слезно умоляю, слезно, ну дайте мне хотя бы одно решение, вот которое по беспределу принято, противозаконно, по одному свистку женщины, одно хотя бы. Я не могу получить ни одного. Вы видели мой ролик с Сарвачевым. Сарвачев мне помахал, я обращался к Михаилу Нестерову. Он мне говорит, ну как такое может быть? Ну все ж так юристы говорят. Да ну мало ли, что Михаил Энн говорят на лавочке бабушки, понимаете? Ну я обращаюсь к вам как к человеку, который проповедует определенную идею какую-то. Ну вы же дайте какое-то подтверждение, да, а не просто рассказы, понимаете? Потому что вот рассказы, почему женский движ создан? Потому что я вот точно таких же рассказов при желании насобираю в 10 миллионов раз больше против мужчин, против их брехни вот этой, понимаете? Не за них, какие они несчастные, а какие они уроды, понимаете? Ну я же этим не занимаюсь, потому что у меня нет цели такой. Я просто показываю, что то, что говорится лидерами мужского движения, это вранье. Я прошу аудиенции того же Сарвачева, мы как юристы, он может в своей пастве повтирать что-то, а юристу коллеги, которые в теме, он лапшу такую не навешивает на уши, вы же почитайте комментарии, которые пишутся к его роликам. Там когда юристы, я помню один ролик был посвящен, что делать, если ваша женщина забеременела. Он знаете, что посоветовал? Нужно собирать манатки и бежать. Понимаете, это преступный совет, преступный. Есть целый инструментарий юридический, каким образом можно защититься, как необходимо себя вести в суде, что нужно делать, как предотвратить вообще такие попытки посадить тебя, как Михаила, на пузо. Он вместо этого преступный совет дает, я просто, ну вы же не юрист, я понимаю. Я понимаю, что слово преступный здесь точно неприменимо, потому что не существует такого преступления, когда человек просто исчезает. Это не есть преступление. Существует. По-моему, по российскому кодексу точно. Человек свободен делать все, что угодно. Существует такое понятие, но оно переплетено с понятием мошенничества и введением в заблуждение. Существует. Он дает преступные советы, которые приведут человека к очень большим проблемам юридическим, если он не будет использовать юридические инструментарии для своей защиты. Потому что судебная система, как в России, я думаю, так и в Украине работает однозначно. Наказывает того, кто голову в песок засовывает. Понимаете? Именно так. Это говорит о судебной системе, а не о Сарвачеве. Нет, это говорит о том, что... Мы все живем в такой системе. Я бы даже так сказал. Мы живем в системе крайне-крайне, если можно так выразиться по отношению к системе правоохранения, мы живем в токсичной враждебной системе. Советы, которые люди выдают, как с этой системой обращаться, ну а какие еще с ней могут быть советы? Еще раз, послушайте внимательно. Вот смотрите, вот еще раз внимательно послушайте. Еще раз. Судебная система дрючит того, кто засовывает голову в песок и на поверхности оставляет свою задницу. Вы с этим согласны? Ну, это частный случай. Нет, не частный случай. Бывает так, бывает по-другому. Но если вы возьмете абсолютно любое дело о взыскании долгов каких-то или без разницы, просто пойдите в суды, у нас же заседание открытое, пойдите в списки, посмотрите, посидите. Как правило, в суд не ходят должники. Их наказывают только потому, что они не выступают в суде. Понимаете? В суде есть принцип такой. Его Сарвачев подтвердит, если услышит нашу беседу, что наказывает того, кто молчит. И суды выносят решение в пользу того, кто громче всех орет в суде. Так вот, если Сарвачев советует зарыть голову в песок путем того, чтобы смыться за рубеж, то он не понимает, что есть конвенции о юридической помощи между государствами, где его и там достанут. Только тогда его достанут уже на стадии исполнения, когда он все на свете продует, будет уклоняться от явки в суд. Понимаете? И вот это является преступным советом. Юрист такого посоветовать не может. Это аморально просто. Юристу советовать бежать. Нет, по поводу между стран. Я слишком много знаю, даже из моей небольшой практики общения с людьми, я знаю слишком много. Тут будет, возможно, человек, если захочет, конечно, поделиться, который, поскольку ничего не мог сделать с одной европейской страной, с системой раздел детей, а он из тех, кому дети нужны, чтобы про мужчин не говорили, кончил с тем, что он просто сбежал из страны. При всех тем, что это там, да, можно все что угодно говорить про аморальность, про незаконность, но вот он сделал то, что можно было сделать. И да, ему теперь заказан туда въезд, естественно, вероятно, во всю Европу. Ну, как бы человек сделал свой выбор, потому что выбор был, либо он никогда больше детей не увидит, или вообще в тюрьму сядет, либо вот так получилось. И он сделал свой выбор, в общем. И у меня лично к нему никаких вопросов. При всем том, что я не знаю ситуацию, детали, но я понимаю, почему человек может выбрать, скажем так, ну, скажем так, посмотреть в другую сторону, то есть закон законом, как бы, да, амораль моралью, да, это разные вещи, и как бы люди их просто не смешивают. Рассматривался, извините, водой, поперкнулся, рассматривался конкретный случай, в случае, как если мужчину посадили на позу, то как ему действовать? Ну, это разве адекватный совет юриста бежать из страны? Ну, это адекватный совет. Как вы считаете? Ну, как бы, с учетом конкретной страны, с учетом обстоятельств, а почему нет-то? Один из вариантов, да. Я не знаю почему, я только что объяснял почему. Так я, ну, это не один из вариантов. Есть страны, где конвенция есть, есть страны, где конвенция нет. Есть страны, я так понимаю, где конвенция есть, но она не работает, например, да, где она формально существует, по факту нет. Смотрите, ну, если нормальный бы, компетентный юрист сказал бы, как минимум, что нужно побороться в суде, а если уже дело пахнет керосином, то тогда нужно смываться в ту страну, где нет договора между Россией и соответствующей страной. Вот это адекватный ответ специалиста-юриста. А когда Сарвачев говорит, всем без разбора, до свидания, там шквал просто был. Что ты советуешь? Антон, ты что, совсем? Что ты делаешь? Я этого конкретного эпизода не видел, я думаю, надо контекст смотреть, я что-то сомневаюсь. А вот именно, смотрите, там есть... Это просто вещь, которую знают даже не только юристы, что есть страны, с которыми есть соглашение, и есть страны, с которыми нет соглашения. Но это все знают. Ну, юристам должен объяснить это, он же юрист, а не просто бабушка Славочки. Он же должен объяснить. Да, но вряд ли он будет там говорить, сейчас я вам список приведу, прямо вот алфавитный список стран, куда можно, алфавитный список стран, куда нельзя. Нет, дело не в алфавите. Сергей, дело не в алфавите, а в изначальной юридической консультации. Он же себя, он везде орет, я лучший юрист, семейный юрист в России, да? Уже бы хотя бы не говорил этого. Или я просто бабушка Славочки. Ой, действительно, наверное, давайте подальше бежите. Тогда б я понял его. А он кричит, я юрист. Ну, как юрист такое может рассказывать? Юрист должен сказать, да подожди секундочку, ты сначала проверь, действительно ли, проведи генетическую экспертизу, действительно по тесту ДНК это твой ребенок, действительно предприми все национальные способы защиты своей. А только потом уже, ну, вы представляете, что такое поменять уклад? Вот он, представляете, мужчину взяли, как Михаил Энн говорит, на пузо. Ну, как вы себе представляете страну сменить? Вы представляете, это смена вообще всего. Это колоссальных ресурсов, средств стоит. А он это советует вот мужчине, который открыл рот и, ой, это ж юрист всея Руси, его нужно слушать. Это преступные советы. Поэтому я, в этом и заключается суть моего канала. Разоблачать это, чтобы люди, которые хотят истину найти, они смотрели, ну, как минимум две стороны, да? Потому что сейчас аналогов сопротивления мужскому движению нет. Они есть разрозненные там фырки от фемок, есть, да, там, в отношении отдельных роликов. А специализированного канала, только этому посвященного, меня должны МДшники на руках носить. Я им указываю, ребят, вы смотрите, куда вы вообще заебаете вообще? Я же не против. Вы там некоторые вещи говорите правильно. За равенство там, за то, что, ну, некрасиво все-таки там перегибать палку и чинить препятствия, предположим, во свидании с детьми. Но говорить о том, что, как вот мой оппонент, вот мы общались, Дима, забыл из России откуда-то, как он рассказал, что делаются просто, ну, непреодолимые препятствия в свидании с детьми. Ну, это же вранье, Сергей, ну, это вранье. Большинство мужчин просто не хотят видеться со своими детьми, и об этом прямо уже говорит Дягилев. Да нафиг оно надо. А помните, как выступил по этому поводу Максометр? Да нафиг оно мне надо, блин. Если ко мне придет, если ко мне придет моя дочь и скажет, папа, я хочу с тобой видеться, я отвечу, иди к тому дяде, с которым сейчас твоя мама живет. Ну, это вообще, это вот МДшники говорят. Ну, разве можно такую чушь вещать на мужское население? Ну, это аморально как-то, я не знаю. Ну, я как человек, который сам в отчуждении побыл, я знаю, что стоит за... То есть я понимаю, откуда часть людей принимает решение, что им, скажем так, им слишком болезненно продолжать попытки, потому что это просто иногда вредит ребенку. Опять же, могу лишний раз посоветовать познакомиться, по-моему, все еще это не прибило. Автор, фильм все еще лежит в открытую, стирая семью. Там все показано, как это делается. И женщины делают, и когда иногда и мужчины делают. Посмотрю, Сергей, но только речь о чем идет? Прежде чем выбирать какой-то путь, ну, ты хотя бы изначально не перегибай палку. Зачем изначально говорить? Если ты считаешь, что встречи приводят к какому-то дисбалансу там между родителями и детьми, то да, конечно. А когда ты изначально лишь-то плевать я хотел. Понимаете? Насколько я знаю, ни у кого в уставе, ни в каком МД, я сам в МД не состою, поэтому я так со стороны смотрю и на Михаила, и на Антона, при всем том, что у нас были коллаборации, и, надеюсь, еще будут дальше. Тем не менее, все-таки я хочу сказать, что у МД есть устав. В этом уставе не написано, что отцы не должны общаться с детьми, дети – это плохо, и мы вообще никого от наших детей не будем. Нет, я хочу сказать, что это узкие частные решения, которые конкретные люди приняли в своих конкретных обстоятельствах. Но МД-то говорит не об этом. Нет, МД, я хочу сказать, оно говорит в целом, что существует систематическое нарушение равноправия в этой области. Про это МД. И это записано, и в тезисах, и в уставах записано. Михаил, извиняюсь, Сергей, смотрите, я просто делаю акцент. Внимательно меня попробуйте услышать. МД нет такого движения. Это разрозненные отдельные личности. Об этом уже сам Михаил Энн говорит. Это разрозненные отдельные личности. Мужское эгалитарное движение – это сообщество трех человек, Дягилев, Сетцарвачев и Михаил Энн. Что такое движение? Насколько я знаю, там порядка больше десяти, по-моему, там активных. Ну, я скажу о тех, которые постоянно на протоке Собчак выступают, да? Вот. Понимаете, это отдельные личности. Это не организация. Это не зарегистрированное общественное движение. Поэтому это устав кого? Трех человек. А мужское движение, более точно, вот я в своих роликах говорю, мужское движение – это направление общественной мысли. А вот к направлению общественной мысли подсоединяется целая масса разных блогеров, разных людей. И они воспринимаются широкой общественностью, как в целом МД. А такого понятия, вот вы сразу, вот в уставе там. Устав кого? Трех человек. Понимаете? Вы все внимательно послушаете. Нет, лично я, я тоже не смешиваю хоть это им. Поэтому если вы внимательно послушаете, да, если вы внимательно послушаете, что говорят каждый из них, там такие противоречия. МД распалась еще даже не создаваясь. Начиная с москулиста, от которого убежал Михаил Энтам по каким-то причинам там с чем-то не сошлись с владельцем этого сайта. Потом началось МЭД, какое-то мужское эгалитарное движение, как может быть движение за равенство полов быть мужским. Ну, там в самом определении противоречия на противоречии. Если внимательно послушать отдельно каждого блогера, они внутри по основным позициям, они между собой противоречат. Поэтому нет такого понятия, как устав МД. Это устав трех человек. Нет, я и не говорил про устав МД. Я лично такую аналогию привожу, и она, мне кажется, очень отражает. Но это не отрицает смысла. Я хочу сказать, что в чем можно, как, например, про демонстритор разницу между, скажем, каким-то конкретным там движением, где есть устав и МД в целом. МД в целом можно поравнять. producing броуновское движение, да? Есть броуновское движение. Броуновское движение, оно, кто знает, как оно происходит. Но это же не значит, что его нету. И у него есть причина. Причина броуновского движения, да, это температура. Температура поднимается, начинается движение. Температура сильнее поднялась, оно сильнее двигается. Вот именно поэтому, Сергей, именно поэтому мой канал должен быть настольным каналом всех МДшников, потому что он помогает в этом броуновском движении хоть как-то расчехляться, ложь от истины хотя бы хоть как-то отличать, ну нельзя в одну кучу все мешать, ну нельзя просто под соусом того, что кого-то кто-то когда-то обидел, обобщать, делать какие-то абсурдные выводы, нельзя давать преступные советы юридические, нельзя этого делать. Нельзя на полном умняке и серьезе рассказывать, какие у нас злобные судебные и исполнительные органы, что они прям там по одному щелчку там мужчину закрывают. Вспомните, как раздута тема по поводу закона о домашнем насилии, в Украине закон этот применили, вы реестр почитали, ну почитайте же, это настолько сложно получить ограничительное предписание. А у нас что МД рассказывает? Да сейчас, она только колупаясь в носу, алло, меня Валера мой обижает, и прилетели в наручниках, это рассказывается на полном серьезе. Понимаете? Вообще-то я читал все редакции, какие появлялись, и делал на них обзоры, даже ездил в ИШ по этому поводу выступать. Там вообще-то было написано именно примерно так, только в других выражениях, но смысл был такой, что типа, алло, меня Валера обижает. Именно так же было. Он не видел причины отказов, он не видел количества отказов. Это невероятно сложно получить это предписание. Там доказательств должно быть гора целая. В нашем законопроекте не было ничего по доказательствам, вообще ничего. Я поэтому, смотрите, еще раз объясню, я не знаю, там же сейчас в России только, я так понимаю, принимается этот закон, а у нас он уже принят, я могу ошибаться, по-моему, несколько лет назад уже. То есть уже по нему сложилась практика. И я, как юрист, который с этим постоянно работает, я вам рассказываю, что страшного в этом законе нет абсолютно ничего. Я не знаю текст закона украинского, но я видел законы российские, и там это действительно звучало страшно. Это звучало страшно. Смотрите, в этом наша разница. Вы видите текст закона, а я говорю, как оно бывает. МДР рассказывает, как оно есть, а на самом деле понятия они знают, как оно есть. Я прошу конкретных подтверждений. Если кого-то по звонку закрыли, дайте подтверждение, дайте документы, дайте постановление, дайте соответствующие ограничительные предписания. У меня скоро будет человек, который про Испанию расскажет. Вот он расскажет то, что с этим было на самом деле. Смотрите, мне Испанию неинтересно. Мы с вами не в Испании живем. Я понимаю, но просто для меня, что Испания, что Украина примерно одинаковые. Я скорее верю, что те, кто закон двигает, они хотят как в Испании, а не как в Украине, я так понимаю. Смотрите, мы говорим о конкретных вещах, о которых говорит Михаил Энн. Он же не рассказывает об испанском праве. Он говорит о российских реалиях. Он же не рассказывает о том, как в Евросоюзе происходят дела в этой части. Он рассказывает, как происходит в Москве, Подмосковье. Понимаете, в чем? Нет, у нас сейчас никак не происходит, потому что, к счастью, все еще закона нет. Я говорю не за этот закон, а за ситуацию, как Михаил Энн, я сейчас процитирую, в кривоприменительной практике. Ты читал хотя бы эту практику, Михаил Энн? Почитай ее. А когда я спросил у него, а вы хоть сами читали, ну я же не знаю, у нас в мужском движении много юристов, неужели они будут врать? Будут. И настолько, настолько безбашенно, что я в шоке просто. Когда юрист смотрит вот эту чушь, он говорит, в смысле? Вы хоть, вот, или, ну, самый любимый миф мужского движения. Суды бабарабские. Ты хоть раз был в тех судах? Ну, я лично знаю, я полно дел, где одинаково нагибают и бабу, и мужика, и где там беспредельные иногда решения принимаются. И в отношении того, и в отношении этого, вот, буквально, ну, наверное, несколько месяцев назад я закончил процесс. Казалось бы, ну, как МД говорит по, ну, абсолютно бесспорному вопросу. Женщина обратилась ко мне с просьбой сопроводить дело в определении места жительства ребенка. А у нас же бабарабские суды, всегда матери оставляет ребенка. Вот, первый суд, первая инстанция, районный суд у нас-то называется, у вас там они как-то чуть по-другому называются, как-то мировые судьи. Вот, у нас называется-то районный суд, если в районе, да? Судья-женщина. И что вы думаете? Отказ. Отказ. Нет. А где же эти бабарабские суды? Это при том, при всем, что по закону дети достигли возраста, когда уже спрашивается их мнение по поводу с тем, с кем он будет жить из детей. Положительное заключение в пользу матери от опеки. Нет. Отказ. Подаем в апелляцию. В апелляции тройка. Сидит трое судей. Мужчины. Все. И что вы думаете? Принимают решение в нашу пользу. Ну, где же эти бабарабские суды? Объясните мне. Это я привел только один случай. А я могу их десятки приводить, показывая реальные решения судов. Я могу замазывать там эти... Я даже Сарвачева писал, я могу замазывать там. Ну, даже номера дел. Потому что иногда в реестре светятся фамилии представителя. Мне бы не хотелось этого, да? То есть, показывай, реальные тексты показывают. Смотрите, смотрите. Когда человек обращается по поводу алиментов, женщина, они приходят в суд, договариваются, показывают одну сумму. Он говорит, да нет, я такую не могу, давай чуть меньше. Договариваются, жмут руки, пишут признание иска. А это железное основание для вынесения решения по этому заявлению. Он потом втихаря приходит, заседание аж откладывает, пока мы там договариваемся. Мы жмем руки в стороны, все, хорошо, договорились там об одной сумме, ну, с учетом договоренности чуть-чуть ее уменьшили, подписали документы все, сдаем в канцелярию, а заседание там через месяц, по-моему. Он втихаря приходит, втихаря в заседание. Мы, ну, прошляпили, да, согласен. Ну, положились на то, что он порядочный. Он втихаря приходит, а я отменяю это все, поэтому делайте минимальные. И, понимаете, и сделали женщине с инвалидом, с ребенком, сделали копеечные алименты, которые она уже не в состоянии поднять, потому что для этого нужны основания. Поднять алименты не так просто, для этого должно имущественное состояние измениться, плательщик алиментов. Оно у него стамбильно низкое, понимаете? Где эти баборабские суды? Где эти баборабские суды, когда приходит женщина взыскивать алименты на, у нас бывают инвалиды, да, дети, на дополнительные расходы? Ее там так мозги выматывают, что просто вы себе представить не можете, как? Она говорит, ну вот же, ребенок, инвалид. Все, отказ, 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 отказ. Нет баборабских судов, во всяком случае, в Украине. Я, конечно, не высокого мнения там о судах в целом, но я бы не сказал, что они там баборабские или какие в среднем. Они среднеарифметическое, в принципе, более-менее справедливые. Апелляция хорошо решение выносит, мне нравится. Часто бывает такое, что бывает и проигрываем дела, но объективно рассматривает. Мы же как адвокаты понимаем, мы же там немножко прикручиваем факты за... Заключение там является одним из документов. Заключение, сейчас на украинском скажу, про дотильность, ну, например, позбавление батькиских прав. Это заключение, выясновок, заключение о целесообразности лишения родительских прав, о целесообразности определения места жительства с отцом или с матерью. Как часто вы выносите вот эти вот заключения в пользу отца? Она говорит, очень часто. Я общаюсь с ними постоянно. Очень часто. А у нас что, мужское движение? Она говорит, да никогда, только в пользу женщины. Ну, это не так, Сергей. Ну, я плотно общаюсь с представителями отцов стран, так называемых. Сам целый коллектив, который мучается с этим. И не просто люди, а которые годами ходят и обивают там пороги. И ничего не могут сделать толком. Сергей, дайте мне конкретные решения судов. Я их могу предоставить? Я могу конкретные телефоны дать опеке сотрудников инспекторов опеки, которые покажут... Ренат грозился, по-моему, даже сканы выкладывать. Я спрошу, есть у них, по-моему, и в комьюнити выкладывают вплоть до решений конкретных. Я же не пробую, да. Определений судебных и так далее. То есть, я к тому, что... Первый вопрос будет такой. Во-первых, их наличие. Я за три года последние, сколько я их прошу, умоляю от всех несчастных мужчин, дайте решения, дайте приговоры. Вот в Удягилево было с одним из человек, которого необоснованно посадили за изнасилование. Я видел это, да, меня зацепило. А я сомневаюсь. А вот я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что там не было никаких оснований для возбуждения. Я сомневаюсь. Дайте мне приговор почитать. Замажьте фамилии. Ну, будьте же честными до конца. Это первый вопрос, который станет. Второй. Я уверен, что рано или поздно я добьюсь все-таки. Дадут мне их парочку. А вот потом будет вопрос Антону Саровачеву. А теперь проведи статистику, насколько это массово бывает. Какой процент в количестве, в общем количестве возбуждаемых уголовных дел по этой статье по стране. И мы тогда очень сильно похохочем. Потому что когда с этой, как ее, Рубинчик, как ее зовут? Рубинчик, как ее зовут? Не помните? Ну, вот у них была недавно передача. Был Михаил Нестеров, Сарвачев и Рубинчик. Она говорит, каждый год, ежегодно 100 тысячам отцов отказывает в исках об определении места жительства ребенка. Рубинчик спрашивает. А это стоит, а какой процент от общего количества? Из миллионов. 100 тысяч. Это само по себе ни о чем не говорит. Вот вообще ни о чем. Это говорит о том, что, смотрите, мужское движение. Первый тезис мужского движения. Мужские права нарушаются. Согласны? Да. Второй тезис мужского движения. Это происходит массово. Согласны? Да. Так вот это не так. Не согласен. Ну, если не согласны, так проведите статистику. Дайте результаты этой статистики. Подтвердите это хоть чем-то. Я за три года ни одного решения не получил, чтобы посмотреть на него. Ни одного решения. А вы говорите о массовости. Массово это должно быть куча решений. Откройте реестр судебных решений. Посмотрите там. Там далеко не все решения в пользу женщины. Далеко не все. Нет. То, что они не в пользу женщины, потому что полно дел, я уверен, таких, как и я, как мое дело было. Я в здравом уме даже и не пытался в суд ходить, потому что я знал, чем это кончится. Вот именно поэтому, смотрите, Сергей, не следует утверждать то, чего вы не знаете наверняка. Если вы знаете наверняка, предоставьте доказательства. Я знаю с достаточно высокой вероятностью, что мне ничего не светило бы. Это я знаю. Поэтому я просто не стал тратить деньги. Просто не стал тратить ни время, ни деньги, ничего. Мы рассматриваем с вами второй пункт утверждения мужского движения. Нарушение в судах прав мужчин происходит массово. Дайте мне статистику. Дайте мне конкретные... Это же ведь не сложно, например. Нет, во-первых, по поводу статистики. Есть зарубежный документальный фильм замечательный, который неплохо просуммировал. Дайте мне статистику, решение судов. Дайте мне официально... Есть фильм, который просуммировал. Там звучат очень интересные, серьезные цифры. И про домашнее насилие, и про раздел детей и так далее. У нас сейчас... Минуточку. У нас сейчас под влиянием этих фильмов, то, что мы успели показать у нас здесь, прокатать и красную таблетку, и стирай семью, целый коллектив людей, причем это отцы, которые сами лично пострадали и сейчас находятся в этой ситуации. Целый коллектив. Сколько? Я не знаю, но достаточно, чтобы они во всероссийскую организацию образовались. Эти люди собираются снять фильмы документальные. Они могут соединиться в свою организацию. Я надеюсь, что примерно через год будет, я надеюсь, может быть, через два максимум, будет фильм, примерно какой-то аналог, примерно красной таблетки, где будет собрана именно российская практика с российской статистикой, с российскими интервью, с конкретными и с конкретными кейсами. Подождите, даже если рассматривать фильм «Красные таблетки» Кейси Джей, правильно? Да. А сколько там историй рассматривается? Десять штук. А сколько можно в фильме рассмотреть историй? Ну сколько? Где ссылки? А в «Стирая семью» тоже там три семьи крупно показаны. Понимаете, если вы зайдете, если я говорю, что ссылка на… Как опровергнуть какой-то миф, да? Взять и пообщаться с народом. Что для этого нужно зайти, сделать? Нужно зайти в чат-рулетку, как я это делаю, и пообщаться с каждым, и убедитесь в массовости. Мне не надо выкладывать 10 тысяч роликов, чтобы показать, что далеко не всегда все в семье плохо. Далеко не всегда мужчины там несчастны в браке. Далеко не всегда. Это есть конкретный источник. Ссылка. Откуда взяла Кейси Джей эту ссылку? Ну, сняла она несколько человек. А где показать массовость? Где показать ссылки, реестры, не знаю, какие-то там заключения, сводки какие-то? Показать, что вы можете убедиться в этом. Посмотрите на подборку фотографий, где люди стоят с табличками. Стертый папа, стертая сестра, стертая мама. Сколько? Там счет идет на тысячи. Ну, тысячи из какого количества? Из миллионов. Из тех, которые увидели этот призыв, во-первых. Во-вторых, решили ответить с помощью фотографии. Вот, например, у нас было российское объявление только что. Сколько-то человек решило. Вот я, например, не стал себя показывать. Ну, просто не стал и все. Но часть людей вот сделала, и идет российский флешмоб тоже. Видите, в этом проблема мужского движения и всех предыдущих мужского движения. Показали 10 фотографий, это уже миллионы. Показали один фильм, это массово. Ну, конечно, потому что разводы, статистика разводов не тайна, это все знают. Статистика алиментов не тайна, все знают. Статистика раздела детей тоже не тайна, тоже все знают. Смотрите, не подменяйте понятия. Я говорю не о количестве разводов, я же не против того, что их более 80, а то до 93% доходит. Я же не против этого. Я говорю, дайте мне статистику нарушения прав мужчин, нарушения прав противозаконного, безосновательного. Покажите мне эту статистику. Ну, как вы мне говорите, ну, в целом разводов много. И что? Вы слышите, о чем я говорю? Нет, я слышу о чем. Разводов много. Разводы в подавляющей большинстве делают женщины, а после этого ребенок уезжает к женщине, а алимент уезжает к мужчине. Это массовая вещь. Это, я вот, честно, как на Нюрнбергской... Нет, вот давайте по поводу противозаконности не надо, потому что я говорю, были законы Третьего Рейха, там много чего было законно. Было законно иметь людей второго сорта, но потом вся эта законность кончилась на виселице. Вот, и не надо про законность здесь. Поэтому не надо говорить о противозаконности, о том, что суды подыгрывают женщинам, потому что если вы возьмете бракоразводный процесс, вы посмотрите в Семейном кодексе Украины, 24-я статья, написано, что принуждение нахождению в браке является незаконным, поэтому любое решение о расторжении брака никак не нарушает прав мужчины, если мы говорим о бракоразводных процессах. Если мы говорим об алиментах, вот дослушайте сейчас внимательно, если мы говорим об алиментах и о их обоснованности, то я лично против алиментов, но не потому, что, говорит Дягилев, я против алиментов, потому что мужчины сами будут их платить. Они, если бы сами платили, то не было бы алиментов. Речь не в этом. Неправда. Такого периода не было никогда, поэтому нам не на что сослаться. Вот просто дослушайте. Так вот, если говорить об алиментах, то алименты, по моему личному мнению, должны перевестись исключительно на договорную основу. То есть перед рождением детей родители должны договориться об этом, заключив соответствующий нотариальный договор. Так вот, я абсолютно убежден, что эти договора будут точно так же заключаться, как и сейчас алименты взыскиваются. Потому что подавляющее большинство мужиков сами настаивают на рождении детей. Если ты сам настаивал на рождении детей, неси ответственность до конца за это. Имущественную. Потому что это живое существо, и укормить нужно. Вы же, как юрист, знаете, что мужчина не имеет по закону никакого права что-то там настоять или так далее. Это как бы голословное, такое же голословное утверждение. Они типа хотели, а не настаивали. Где они настаивали? Внимательно послушайте меня. Все мужчины в подавляющем большинстве настаивают на рождении детей. Вы можете это проверить, посмотрев мой ролик, либо сами зайдите в чат-рулетку. У вас есть документ, на который вы можете сослаться? Это сейчас вашим же аргументом. Нет, чат-рулетка – это не документ, а не статистика. Вы можете сослаться на официальный документ, где посчитано, что подавляющее большинство мужчин настаивают сами на рождении детей. Такого документа нет. Но если вы спросите, опросите на улице людей, если вы зайдете в чат-рулетку, вы в этом сами убедитесь. Чат-рулетка – это не опрос людей. А что это? Это очень-очень узкая выборка из очень специфической группы людей. Хорошо, давайте с вами возьмем, заключим с вами лично пари. Я возьму камеру, вы возьмете камеру. Будем на улице проходить, случайных людей спрашивать, и вы в этом убедитесь. Я готов поставить на это деньги, я в этом убежден, потому что большинство… Я не уверен, что я бы хотел сам лично спонсировать там, не знаю, какое-то социологическое исследование. Ну, конечно, такой статистики документально нет, потому что статистика складывается не только из документов, а в частности из перепроверяемых источников. Лично мое субъективное, конечно, мнение, что чат-рулетка – это не выборка, это срез общества в целом. Если вы не доверяете чат-рулетку, можно на улицу выйти. Большинство мужчин настаивают сами на рождении детей, а потом плачут, что их наказали на алименты. Вы много людей знаете, которых взяли на пузо? Это единицы, которые говорят, нет, не хочу, вот меня заставили. Единицы, а в основном сами… Во-первых, не каждый человек сознается, что его взяли на пузо. Может, его и взяли, а кто вам скажет об этом? Ну, так это второй вопрос, понимаете? Ну, как второй, это первый вопрос. Получается, мы изначально не можем, в общем-то, никаких достоверных сведений получить. Не можем. Ну, как не можем? Пойти на улице спросить. Если я общаюсь с людьми, я, как правило, в рамках сопровождения дела, я общаюсь с противоположной стороной по взысканию алиментов. Я всех спрашиваю, хоть первое, что, потому что я всегда за справедливость. Там отдельный вопрос, если хотите, может, будет время, мы с вами пообщаемся о том, в какой форме нужно назначать алименты. Я спрашиваю, я всегда назначаю в твердой денежной сумме, потому что это справедливо. А Сарвачев говорит, это крайне несправедливо. Я вообще алименты считаю просто аморальными по своей сути. Даже без того, как вообще они рассчитывают. Я секундочку это говорю. Так вот, смотрите, секундочку. Я спрашиваю у оппонентов у своих. Вы действительно хотели рождение детей? Может, вас заставили родить этого ребенка? Нет, нет, я хотел наследника. А как ты считал, что его можно родить? А потом, ну, если характерами не сошлись, пусть она сама его кормит. Ты сам выразил инициативу в том, чтобы зачать ребенка. Сам. И так говорит большинство мужчин. Если не верите чат-рулетке, выйдите на улицу. Не верите мне, как юристу, который этим 20 лет занимаетесь. Обзвоните других юристов, поспрашивайте. Я уверен, они вам скажут одно и то же. Все отцы, ну, в большинстве подавляющем своем, хотели детей. Так если не хотели детей, то как ты думал? Ты взял, ты, по сути, подписал себе, ну, будем так в кавычках говорить, смертный приговор сам. А потом жалуешься, меня наказали на алименты. Давайте их отменим. Потому что теперь моя женщина живет с другим. Ну, а живет с другим. А это твое желание. Вот оно, вот порождение твое, которое ты сам зачал. Тебя никто не тянул туда. Ты хотел, я хочу, хочу. Нет, это совершенно два разных решения. Хотеть родить ребенка и у кого он в итоге оказался. Я всегда, ну, мой термин. Алименты назначаются по факту. Когда женщина говорит, типа, я ему родила ребенка. Я всегда говорю, если ему, у кого он сейчас живет, у него нет. Извините, ты не ему родила ребенка. Ты родила его себе. Смотрите, вы знаете хоть одного мужчину? Хотя бы одного мужчину, который, прежде чем зачиная ребенка, ну, в здравом уме и трезвой памяти, я не беру каких-то умолешенных, считает, что зачатие ребенка – это всего лишь одномоментный процесс, который потом никаких последствий не несет. Что потом не надо его кормить. Вы знаете хоть одного мужчину, который не сознает того, что его потом кормить нужно этого ребенка? Одного мы найдете? Это совершенно другой вопрос. Он к алиментам никакого отношения имеет. Именно это имеет отношение. Именно это, Сергей, зачиная ребенка. Если бы развод… Понимает, что его нужно потом кормить. Если бы развод шел действительно о справедливости, вот, например, в случае… Вот сейчас был хороший пример. Женщина приходит, просит там каких-то повышенных алиментов на ребенка-инвалида. Вот что должен был бы… Это мое частное мнение, я понимаю. Я не юрист, там, да, и философ-любитель. Что должен был бы сделать судья, если бы, например, перед ним встали, вот там мать с ребенком-инвалидом и отец. Он должен был бы сказать так. Значит, вы… Как бы ребенок проживает у вас, гражданка, да, и вы фактически признаете, что вы не можете его содержать полноценно. Правильно я вас услышал? Она вынуждена будет сказать, да, правильно. Он говорит, а вы, значит, вот там мечтали о ребенка, если он там подтвердит, то, ну, допустим, он подтвердит, что да, мечтал. Он говорит, ну, извините, у меня нет выбора. У вас какие там, как у вас соотносятся там доходы, допустим, у этой, не знаю, там, по словам, пусть будет, не знаю, там, у этой там 10 тысяч чего-нибудь, а у этого 20 тысяч чего-нибудь. Значит так, 10 дней в месяц он живет у вас, 20 дней в месяц он живет у вас. Все, дело закрыто. Никаких алиментов, ноль платежей. Какая разница, кто с кем живет, если он взял ответ? Это очень, это очень большая разница. Очень большая разница. Разница примерно такая же, как, например, вы купили машину себе, и вы на ней ездите. Или вы купили ее себе, а машина, на ней ездит ваш сосед. Вот примерно такая разница. Сергей, вы много мужчин знаете, которые бы хотели, чтобы дети с ними жили? Это должна быть данность такая же, как сейчас данность алиментов. Вы много знаете мужчин, которые бы хотели, чтобы дети жили с ними? — Достаточно знаю, но опять же говорю, есть организация «Отцы страны», может с ней познакомиться, может с Ренатом поговорить. — Вы можете, Ренат, это вообще отдельная тема, вы можете отдельно послушать ролик на эту тему Дягилева. — Между прочим, Ренат еще и юрист оказался, мы тут недавно выяснили, реальный юридический образователь. — Он нарушает все возможные законы и Сарвачев его поддерживает. Так вот, вы можете на эту тему послушать достаточно обоснованный ролик и выступление Дягилева. Он абсолютно точно говорит, что по природе, по своей, по природе, по своей, мужчинам дети не нужны. Это социальная установка, которая навязана на них. Так вот, я подтверждаю, как юрист, практикующий, что большинство детей... — Тут мы подошли к теме, что такое патриархат, да. — Смотрите, так вот, я вам подтверждаю, как практикующий юрист, что большинство отцов не хотят, чтобы дети с ними жили. Они сами спуливают детей матерям и говорят, занимайся ими сами. Найти вам эти копеечные элементы, отвали только от меня. Так поступает большинство отцов. А те, которые кричат, папочки, я их называю, в кавычках, наподобие Рената, они, конечно, тоже есть. Ну, и они, их минимально, их единицы, подавляющему большинству мужчин, дети не нужны в понятии полноценном. Потому что мужчины современные воспринимают детей, как любой из мужчин, я, в частности, и вы, хоть, может быть, не обижайтесь только, воспринимают ребенка на уровне Батутика и Макдональдса. Ну, честно только. Ну, нам вот этот вынос мозга с уроками, вынос мозга с этими занятиями, он нам не нужен. Согласитесь. Я могу отдельно, конечно, про уроки сказать, что, например, я использовал подход Лобковского. То есть, я сделал так, что уроки, ребенок же у меня проживал какое-то время, пока не вырос. А Лобковский вообще говорит, забейте на все, делайте то, что хотите. Именно. Это проблема ребенка. Это надо сделать так, чтобы это было. То есть, это совершенно вот этот пример, когда приводится, типа, плюс, ой, она на нем прям так карпеет, она с ним сидит, она с ним вот каждый урок делает. Любой нормальный психолог при этом скажет, покрутить пальцем у виска, скажет, она долбанутая, вот, и она сама не живет. И ребенку мешает, как бы, самостоятельность образовывать. Это вы ходите в сторону. Я понимаю, но это вы сказали про уроки просто. Я говорю, что уроки – это хороший пример. Это хороший пример, когда, типа, это подается как какое-то супер положительное свойство женщин. На самом деле, это признак их профнепригодности, как родители. Вот у ДУМДшников всегда, говоришь одно, они перекручивают свое. Мы с вами говорили о том, что дети мужчинам не нужны. А тоже второй вопрос о качественности воспитания материнского, это уже второй вопрос, что женщины природой на это заточены, вот это возюкаться с ними. Правильно, неправильно, результативно, безрезультативно. Мужчинам дети изначально не нужны. Поэтому кричать о том, что вот их бедных, несчастных наказывают на алименты, они все хотят повально, чтобы была раздельная опека, и как она там называется, совместная опека. Сейчас просто нет такого в практике украинской, в всяком случае. Вот, чтобы половину он жил с отцом, половину с... Да никто этого не хочет. Между прочим, раз уж вы сами об этом вспоминали, я тоже бы это хотел... Ну, я имею в виду какое-то большинство. Это простой пример, на котором хорошо видно, что на самом деле дети мужчинам нужны. В тех странах, где проходит движение, а их можно видеть, например, вот демонстрации, промелькивают в этом фильме «Стирая семью». Я же говорю о большинстве. Там ходят большие числа народа, и когда спрашивают народ, кто в поддержку, кто в поддержку закона о совместной опеке. И там идут цифры по штатам, и там цифры идут 56, 60 с чем-то, 70 с чем-то. То есть, если мы берем в целом, например, некий, ну пусть будет штат, допустим, какой-нибудь абстрактный штат США, и в этом штате 76% людей говорят, да, мы за закона о совместной опеке. Я для себя это транслирую так. Подавляющее большинство мужчин дети нужны, точка. Все. Это как бы... Просто никто их не спрашивает. Это другой вопрос. Всем-всем начхать. Вы за США? Нужны? Это нужны. Ну, потому что других цифр у нас нет. Опять же, пусть кто-нибудь, какой-нибудь Левада-центр пройдет и спросит, вот вы, во-первых, начнется... А вы знаете, что такое закон совместной опеки? Вообще, знаете? Большинство скажет, нет. Кирилл, вы постоянно переключаетесь на страны, которые к нам отношения не имеют вообще никакого. Ну, потому что у них есть такое понятие в законе, а у нас нет. Я говорю за отцов. Я еще раз применительно. Я постоянно возвращаю вас на круги своя. Я говорю о нашей местности. Россия, страны... Нашей местности никто не спрашивает, я говорю. А там, где спрашивают, там, оказывается, 75% всего населения за... Я спрашиваю. Вы любого юриста поспрашивайте. Нет, юриста – это очень специфическая тема. Я документальный фильм переводил. Называется «Корпорация развод». Там тема юристов очень хорошо раскрыта. Давайте с вами проведем опрос. Я вот сейчас, вы же, очевидно, будете ролик этот выкладывать. Я призываю всех приверженцев мужского движения, всех мужчин провести опрос. Давайте это сделаем. Я исключительно заправду. Я запросто могу забрать свои слова обратно, если мне будет доказано, что отцы массово хотят, чтобы дети с ними жили. Полноценно жили, а не просто на период выходных, когда можно его на батутики сводить с Макдональдса. Давайте проведем такой опрос. Я не знаю, как и где провести полноценный опрос. Давайте на улице подходить с камерой и спрашивать. Давайте. Улица – это плохой вариант. Давайте другое выберем. Это, во-первых, должна быть выборка равномерная, во-первых, и, во-вторых, непредвзятая. Потому что если я, например, буду делать это на своем канале, естественно, она будет предвзята, причем скорее в мою сторону. Я не знаю, где можно получить, где отдельный человек может такие данные получить. Давайте подытожим. Вы согласны с тем, что на данный момент, ну, если не у всего, то у большинства утверждений мужского движения нет основы доказательной. Нет ее. Честно говоря, у меня прямо противоположное впечатление. Вот из того, что я услышал за последние наши полчаса беседы, я вижу, что есть некий представитель мужского движения, неважно кто, говорит о неком явлении. Причем все знают, что это массовая вещь. То есть это проверяемо. Просто посмотреть вокруг себя, по своим знакомым. Давайте проверим. Любое. При этом цепляется за какое-то маленькое его утверждение. Одно из, которые вообще, может быть, в шутку было сказано, типа там, что пристав приходит с автоматом. Я тоже мог бы в пылу сказать, что пристав приходит с автоматом. Ко мне пристав не приходил с автоматом. Я говорю, у меня деньги сняли, я даже не видел кто. Просто сняли, и хоп, и все. Вот я говорю, просто за штраф. Это юмор такой, да? Одно и то же постоянно говорить. А почему нет? Я бы тоже, вполне годится на штамп, как бы, пристав с автоматом. А почему нет? Можно сказать, для простоты будет понятно, что это судебная сила, которая придет извне и заставит вас. Они же не обязаны вас прям вот скрутить, там, не знаю, бросить на капот. Они у вас деньги отберут? Нет. Ну, нет такой статистики массовости нарушений мужских прав. Нет ее. Ну, как нету, когда у нас статистика разводов есть, кто инициатор есть. Факт развода не является подтверждением нарушения прав мужчины. Вы не слышали? Причем тот прав. Я все про права услышал, но мы живем именно почему говорят о криво применительной практике. Именно поэтому, потому что наш закон, он как бы, что закон? Закон это просто лист бумаги с чернилами на нем. Это не есть какая-то там, это не скрижали там божьи, алиментов не было там достаточно давно. Ну, это как бы свежая вещь сравнительно. Она вот появилась. Мы никогда не жили, когда вы говорите, например, что... Ну, потому что, когда вы говорите, что вы... А вот мужчины сами платить никогда не будут. Позвольте. Мы никогда не жили при такой ситуации. Давайте сначала попробуем, вот когда мы поживем и узнаем, что мужчин не платят. Хотя, вообще-то говоря, просто, я говорю, нужно было бы... Ну, что значит попробуем? А детям в это время как? С голоду пухнуть? Ну, как, как? А кто вот когда-то однажды ввел... Вот кто-то же осмелился ввести, ну, я даже знаю, кто, да, кто-то сказал, что... А у нас теперь развод без причин, а у нас теперь там ребенка можно признать там по свидетельству, да, это... Я говорю про 18-й год, 1900, типа, алиментные вдовы появились, да, типа, кто-то же это ввел однажды, извините. Делают люди эксперименты? Делают. Еще какие эксперименты? Это что мы до сих пор раскрыбываем, уже больше 100 лет. Сергей, давайте с вами сделаем правильно и точно следующим образом, потому что, ну, я вам конкретно показываю, что ни одно из утверждений мужского движения не выдерживает ни малейшей критики, потому что нет никакой обобщенной статистики, это только разрозненные какие-то случаи. Вы говорите, нет, это не так, и все равно не предъявляете никаких доказательств. Давайте возьмем один вопрос. Вот давайте возьмем вопрос на то, что мы там по поводу алиментов, да, по-моему, какой мы можем сделать опрос, выборку. Давайте проведем критерии, которые, по вашему мнению, будут наиболее объективно показывать. А что мы можем про них спросить? Вот алименты, если задавать женщинам вопрос, типа, вам хватает тех алиментов, это как бы сама постановка вопроса, она уже... Смотрите, давайте возьмем один из тезисов мужского движения и проверим его просто. Вот давайте возьмем тезис о том, что большинство мужчин хотело бы совместной опеки, при которой бы половина времени проживал ребенок с отцом, половину с матерью, чтобы дало основания для освобождения от алиментов. Этот вопрос вам подходит? Да, но я не представляю, как мы, вот два частных лица, можем получить в серьезные данные по такому вопросу. Давайте последовательно. Это очень хороший вопрос, да. Хороший вопрос? Да. Вот, я утверждаю, утверждаю, на основании пока своего субъективного, личного, но достаточно продолжительного опыта юридической практики, что отцы не хотят этой совместной опеки. Они с удовольствием спихивают детей на матерей, и им неинтересно, что там, как платить 10 копеек своих, только отстаньте от меня. Вы утверждаете обратное, ссылаясь на какие-то там массовые протесты или чего там, выступления в Америке. Я за Америку не знаю, я говорю, за нашу, за нашу конкретную страну, за нашу Россию, Украину и страны бывшего Советского Союза. Давайте с вами, вопрос подходящий? Ну, очень даже подходящий. Вот давайте сами придумаем и поставьте к своим подписчикам варианты, как это можно проверить, так, чтобы объективно установить истину. И я на своем канале сделаю огромнейшее объявление о том, что на самом деле это не миф мужского движения. Лично я на своем канале размещу, на канале, который посвящен разоблачению мужских мифов, я скажу, нет, извините, да, это действительно так мы опросили. На данный момент, исходя из моей личной практики, моих коллег, это не так. Мужчинам дети не нужны, не нужны. Они просто хотят ими поиграться и быть воскресными папочками. Вот это да. Потому что уровень современного отца, по моей субъективной пока практике, которую мы будем в последующем с вами проверять, это образ такого человека, который за ручку свел его на батутик, попрыгал его, потом купил ему Биг Мак в Макдональдсе, дал ему чупа-чупс и адьо. Вот это современный отец. Вы говорите, это не так. И приводите в пример организацию Отцы России и Рината, да? Ну давайте это проверим. Давайте это проверим. Массовость этого, существование того, что вы говорите. Желание, чтобы там дети напополам жили с родителями. Давайте выставим это на общее обозрение, пусть предложат, как это проверить. И посмотрим. Давайте выставим. Я, честно, не знаю, как могут два лица это проверить. По поводу алиментов у меня... А пока что-то не доказано, вы же, насколько я понимаю, атеист, правильно? Ну почему? Я называю себя плохим православным, я так это называю. А, я тоже себя называю православным атеистом. Так вот, если вы атеист, то, ну, в кавычках, да? Если мы люди, которые хоть как-то меряются на объективность, пока что-то не доказано, этого что? Нет. Я не наоборот сказал, что я говорю, я плохой православный. То есть в первую очередь православный, во второй очередь плохой. Я с вами говорю о чем? Если какое-то явление, факт которого заявляется, не доказан, то его нет, Сергей. Так вот, когда мы докажем, когда мы придумаем критерии, как это проверить, когда мы проведем это исследование, тогда мужскому движению можно будет кричать, как обижают отцов, как они не хотят платить алименты, они бы с удовольствием их не платили, если бы ввели, наконец, совместную опеку в наш правовой обиход. Вот давайте это проверим. А до этого... Я сейчас даже так вот вскользь подумал, если уж операция на то, что я православный хоть в какой-то степени, то вообще-то сама постановка вопроса, типа, а нужны ли дети отцам, она, в общем-то, сама по себе уже оскорбительна и сама нарушает одно из десяти заповедей. То есть это даже постановка вопроса уже как бы такая. Мы с вами определились... Вы с вами как определились? Давайте еще раз подтвердим. Мы с вами определились, действительно ли большинству отцов хотелось бы совместной опеки? Хороший вопрос, да. Хороший вопрос. Я его интерпретирую в более понятном народном изложении. Нужны ли дети отцам? Потому что совместная опека говорит только о том, что они нужны. А я говорю, это не так. Вот давайте это проверим. Я ссылаюсь на свой личный опыт больше 20 лет практики судебной. Я говорю, что не нужны. Вы говорите, нужны. Давайте это проверим. Я сейчас сказал, что это все так и строго подходят. Все-таки два разных вопроса. Два разных вопроса. Давайте один поставим вопрос и определимся с ним навеки уже. Хотят ли мужчины совместной опеки? Я опять вспоминаю бывшего тестя, который плавал там по 7-8 месяцев в плавании. То есть человека нету, он там на службе на военной и так далее. Его нету. Означает ли это, что ему в это время не нужен ребенок? Я бы, честно говоря, так думаю, что он бы очень оскорбился, если бы вы об этом спросили. Но я же не говорю, что у нас есть такие профессии, я не сомневаюсь, которые не в состоянии. Я говорю за среднестатистического мужчину, который не является моряком, не является каким-то дальнобойщиком, который уходит в рейс на полгода. Я говорю о среднестатистическом обычном мужчине, который работает, ну, как все мы, да, с 8 до 5. На обычной работе, который имеет возможность видеть ребенка. Много таких отцов, которые бы хотели полноценно взять вот это вот кричащее существо, чтобы вот это бегать с ним, с его уроками, с его болячками, с его постоянными терроризированиями. Я сейчас все-таки думаю по поводу алиментов. Мне кажется, это стоит в связке сделать. То есть, типа, это должно быть в связке, действительно. То есть, алименты уходят в прошлое, вот просто исчезают, как явление. Их больше нету, все, исчезли. Второе. Вся опека без каких-то особенных случаев стала совместной. Вы за или против? Мне кажется, в такой связке, да, это имеет вполне такой практический вопрос. Я бы так сказал, на мой взгляд лично, я думаю, что многие из МД со мной согласятся, из всех его подведок, что алименты, они по сути свои аморальны. Но такой вопрос невозможно задать. Типа, а вот какой процент считает, что алименты аморальны? Нет, алименты аморальны. Аморально не выполнять взятого на себя обязательства. Любой мужчина, зачиная ребенка, берет это обязательство и понимает, куда он лезет. Вот аморально не выполнять обязательства. А будет оно в форме алиментов, либо в форме договора о содержании детей, либо еще в каких-то формах, это уже третий вопрос. Нет, это сейчас перечислено было две формы, как у вас отнять ребенка и заставить за него при этом башлять. Это не то, нет, это не владение. Это ребенка, он не у вас. Он не у вас, его у вас нет. Я отлично знаю разницу, когда ребенок жил у мамы дома, и я на нее выплачивал, и когда он жил здесь. Это два разных мира. Их сравнивать совершенно не надо. Это совершенно разные вещи. Давайте будем переключаться на другие темы. Давайте мы сейчас подытожим, потому что мы уже достаточно продолжительное время общаемся. Ну, что я скажу. В целом, мне понравилось общение. В целом, я доволен, что мы, наконец, вышли на какие-то более-менее позиции, в отношении которых можем хотя бы что-то обсуждать. Вот мне показалось, естественно, сейчас все МДшники взорвутся, что я ничего не доказал, хотя на самом деле я показал, что у МД, у его основных тезисов не существует надлежащей доказательной базы. Не существует. И итог нашего сегодняшнего разговора как раз к этому и сводится. Хотя бы взять один момент и действительно его подтвердить объективно. Средствами какими? Это мы будем, я думаю, ваши подписчики в комментариях отпишутся. Может, я от чего подумаю, может, вы что-то придумаете. После того, когда мы проведем хотя бы свое какое-то исследование по тем критериям, которые устроят две противоборствующие, будем так в кавычках, называть стороны, хотя мы на самом деле на одной стороне. Я не против МД в целом. Я против тех мифов, которыми оно оплетено уже на 99%. Поэтому часто говорю, что я против МДшников. Это действительно так. Ну, более точнее, это я против той лжи и чуши, которую они вещают, а не против изначальной идеи равенства МД. Вот и давайте это подтвердим. В целом общение приятное. В целом нормальный человек, спокойный. Вот. Ну, и еще раз приношу извинения, если вас своей импульсивностью может где-то задел. Это профессиональное такое. Все адвокаты такие, с наездом общаются. Я ничего не знаю. Поэтому хотелось бы еще продолжать общение. Думаю, спишемся. Может быть, какая-то будет отдельная тема. Пообщаемся. Общение приятное. В целом классно. Окей, хорошо. Давайте попробуем продолжить. Хорошо. Всего доброго. Хорошего вам дня. Счастливо. Продолжение следует.